всем привет вы на канале алена флёр и сегодня мы с вами будем проводить опыты какие же опыты нас сегодня ждут будем тестировать электропроводность воды моих удобрений и также будем делать тест ph воды которую я использую чтобы вам наглядно было понятно немножко как какие удобрения когда использовать для этого нам надо надо будет солимер вот такой вот у меня есть и также нам надо будет тест ph вот такой вот для рыбок в нем находится вот такая вот в средине колба реактив я приготовила шприц и вот такая вот табличка по которой мы будем потом смотреть результаты какая у нас вода здесь вы видите я уже приготовила удобрения которыми я используюсь вот эссе там то что я покупала на одном и сайте французском биоглобин это украинский препарат и обыкновенно стандартное удобрение для орхидеи которые мы можем найти вот здесь вот у меня растаял снег здесь это у меня вода из-под крана и также у меня есть приготовлена вода из-под аквариума для чего все это надо про знать скажем так какие удобрения когда и как использовать потому что это два наиболее важных фактора в управлении питанием и поливом растений это знать электропроводность наших удобрений и уровень пиаши чтобы сбалансировать для успешного выращивания особенно в гидрофонике когда нету субстрата это очень очень как бы важно и вот давно я собиралась сделать такое видео все как-то не знала чего начать и вот сегодня я решила все-таки вам показать им это удобрение которое я для себя как бы уже выбрала я ими пользуюсь у меня хорошие результаты но чтобы наглядно вам показать когда надо использовать и как мы проведем электропроводность и потом я вам расскажу по электропроводности когда и в какой момент надо использовать удобрения ну начнем мы сначала из пиаши воды будем тестировать вот здесь у меня все уже приготовлено и начнем наш тест тест ph мы начнем на снегове вы знаете что есть разные разные воды из-под крана снег или же дождевая вода она считается как бы ну почти осмической водой осмос очищенной почти там ничего нету и вот сейчас мы посмотрим правда ли или нет или же такие воды они больше вот около пяти коэффициент 5 и это скажем так кислые воды также их называют для этого я беру 5 миллилитров воды и 7 капель и реактива 1 2 3 4 5 6 7 1 1 я пропустила 7 капель и вы видите уже вода у нас по мере того как мы добавляем меняется и вот такой вот так раз она моментально моментально результат и вот сейчас мы посмотрим кому же какому коэффициенту она приближена так давайте вот так вот смотреть я думаю так будет проще для вас мы смотрим цвет воды по цвету что есть на этом картонке как корр которая подходит вот если так посмотреть это 5 коэффициент 5 это кислая вода вот асмическая вода в принципе она очень неплохо подходит для пофеопедиламом или же и прагмапедиумов так скажем так они не любят очень много всего в воде так следующий результат это я взяла воду из-под крана извините не показала вам как капала 7 капель в общем вода из-под крана она вот такая вот получилось у нас и давайте посмотрим какой же это результат кому это приблизительно также берем картонку с нашими показателями от пяти до десяти и будем выбирать цвет который нам нравится снять конечно открыть его нашу пробирку и смотреть вот надо не именно возле самого цвета ставить а подставлять где-то на один сантиметр должен быть реактив выше чем сама сама картонка чтобы лучше было видно потому что вы поставите картон может тоже менять как бы цвет даже если он и белый ну вот сразу видно что с этой стороны нам ничто не подходит ну вот если так сейчас попробую вам лучше навести вот если вам видно точь-в-точь такой результат и это сейчас посмотрим какой будет у нас ph ph этой воды из-под крана это от 7 до 7 7 5 это нейтральная вода извините развела так ну а сейчас мы приступим приступим к самому уже тестированию удобрений я все развела по инструкции это я вам показывать не буду потому что это занимает долго вот такого у нас солимер это мужа я прихватизировала он использует для своего аквариума для рыб также тестирует чтобы сбалансировать воду и вот я у него одолжила на время чтобы вам наглядно было понятно какое какое удобрение сколько электропроводимости у нее есть но вы видите аквариум потом эсси ну в общем начнем 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 с аквариума мы вставляем и смотрим показатель 238 все это мы будем записывать чтобы не потерять 222 238 скажем так 230 вот такой вот показателя проводимости чем больше показатель тем больше проводимость конечно конечно электропроводимость что нужно так вот такой вот эсси это удобрение она вообще вот слабенькая видите 90 показатель ппм ну что это как бы базовая эсси удобрением для корней так орщи вид это как бы сбалансированная скажем так удобрение для всех видов орхидей вот сейчас я вам ну тут кто кто умеет читать тут прочитает и вот 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 такое нпк у него содержание кому интересно поставьте на паузу и почитайте так берем наш тест и опять здесь вот такой вот показатель единственное что мне не нравится в этом тесте очень надо близко не очень яркая как бы показания надо присматриваться надеюсь вам видно 386 ппм следующие тнт комплекс это тоже довольно комплекс комплектное удобрение для всех растений в гидропонике в коко в кока чипсах в кокосе когда используют ну тут заклеена ну кому интересно можете также поставить на стоп это по немецкий нпк 323 и сейчас посмотрим какая у него электропроводимость 282 320 ну такой 300 скажем так в среднем до в среднем 300 вот так вот так следующее удобрение которое я беру который мне очень нравится также бы сбалансирована 20 20 20 это для роста и я его беру в одной на сайте в одной из французских теплиц и давайте посмотрим здесь смотрите какой ппм получается представляете вот это для цветения 820 30 и сейчас посмотрим какой же у него проводимость какие какой же ппм он нам покажет 1152 да ну не чуть-чуть колеблется но вот среднем внизу вот 13 4 или же там было 14 это температура воды так биоглобин биоглобин это украинская для удобрения для роста регулятор роста и для цвету и вот такой вот у него ппм так вот это стандартное удобрение которое можно купить в любом цветочном магазине у нас но под разными фермами ну вот такой вот они все в принципе одинаковая нпк у них в принципе всех одинаковые в среднем 4 6 5 вот вы видите вверху если кому интересно можете почитать более подробно и также мы сейчас его проверим какой у него ппм вот такой вот довольно высокий так вот это еще одно из и для я его использую когда пересаживаю вот когда я их для как бы стимула для чтобы они не так поняли что их пересадили и пошли хорошо в рост так но здесь очень много не так хорошо написано кому интересно может быть на мелкой скорости посмотреть так и давайте вот такой вот показатель ну вот мы с вами сделали показателем и сейчас я вам скажу для чего это на от 150 200 ппм это удобрение которое можно использовать в каждом поливе в каждый раз для таких орхидей как дракула плеератали с ристрепи а чтобы не было большой концентрации это у нас биоглобин поверзум аквариумная вода эти удобрения можно использовать каждый раз время от времени просто проливать а водой вот осмической водой или нейтральной водой от 400 до 600 это для удобрения которые идут ну вот оршид вид тнт рута ну вот он между двух они идут для через раз вы можете делать полив через раз и они подходят почти всем всем представителям орхидеи хорошо откликается все орхидеи на эти удобрения от 800 до 1000 это у нас срут и вот для цветения это удобрение для в период когда надо дать толчок вот в начале цветения или в начале роста после периода покоя после 1200 вот последние два удобрения после 1200 ппм это считается для очень большого концентрата для очень большого роста стимула цветения это подходит очень большому большому количеству гибридов и она считается как бы уже для специалистов аквариумная вода у меня вот получается у меня она идет для каждый день не каждый день а каждый полив поэтому это очень удобно и очень хорошо как бы использовать не напрягаясь каждый раз не не надо там колотить или что-то такое все эти удобрения когда вы используете время времени все же надо поливать просто чистенькой водой без ничего так вот этот рут например я использую когда пересадила особенно малышей и он они очень хорошо идут для цветения я использую в начале когда отдохнула орхидея очень хорошо для цветения вот эти два и для цветения для роста они подходят очень хорошо для фаленопсисов все остальные подходят для всего вот почему у меня блочники любят аквариумную воду потому что я вообще не заморачиваюсь так как можно их каждый раз поливать если вы проведете такие тесты с вашим удобрением вы прекрасно будете знать когда какое удобрение использовать и чтобы не навредить растению в этом видео я хотела вам немножко показать как можно выбрать идеальное скажем так удобрение для ваших орхидей всем пока пока